Всех рад приветствовать на канале CryptoCommons и сегодня мы рассмотрим теорию того, что мы находимся с вами не в бычьем, не в медвежьем, а в верблюжьем рынке. Поехали! Сразу напоминаю, кому нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и сказано-сделано, мы начинаем. Ну что тут можно сказать, похоже все-таки PI Cycle Top отработал верно и показал нам на локальную вершину как минимум, но мы-то с вами понимаем, что рынок все еще не медвежий, но уже и не бычий, потому что мы увидели коррекцию на больше чем на 50%, это как бы нифига не вяжется с бычьим рынком, хотя, опять же, кто смотрит наш второй канал CryptoCommons 2, обязательно подпишитесь, CryptoCommons 2.0. Вчера Сёрфи перевел ночью видео от Олесио Растане, биткоин, проблема с определением медвежьего рынка, обязательно его посмотрите, там просто бомба контент. Ну в двух словах Олесио там объясняет, что короче мы еще пока не в медвежьем рынке, это не подтверждено и нас может ждать резкое восстановление. Поэтому смотрите, очень похоже на самом деле, что мы находимся в верблюжьем рынке, то бишь это жесткие выносы, то есть там реально, если вы посмотрите в предыдущем даже бычьем рынке, если посмотреть по битку, то да, там были коррекции всего там на 40%, но по эфиру, по тому же и по альтам, там были коррекции на 60-70% вот в этих местах и потом мы улетали выше. Поэтому логично предположить, что мы сейчас находимся в верблюжьем рынке, типа вот такого, в двугорбом верблюжьем рынке. Я плохо рисую, но суть вы поняли, я думаю. Вот у нас сейчас такой же с вами Camel Market может быть, еще один пик, потом еще один пик, не знаю, выше этого, не выше, может быть два одинаковых пика, может быть вот такие два пика с поджатием и потом только голову верблюда, но мы по-любому рисуем верблюда. И это на самом деле круто, ребят, я предлагаю порадоваться, потому что что грустить-то? Смотрите, все озеленевает, как я вам вчера и говорил в лайвстриме. Илон Маск со своими этими, ой, я даже не знаю, как это назвать, вбросами, давайте скажем. Это просто, блин, смехотворная история. Спекулянтов вытряхивают с рынка, это нормально, мы этого и ждали с вами. Помните, мы с вами ждали, когда мы были вот здесь наверху, и PI Cycle Top отработал. Никто не верил в то, что он действительно покажет нам вершину. Все говорили, да ладно, long to the moon. В итоге мы упали, и все говорили, куплю по 30, и никто не покупает по 30. Ну классика, по 30. Я читаю комментарии, тонны комментариев, что все продают, что все, никто не верит, все шортят. Вот, а я продолжаю держать лонги. На Femix держу лонги, все с ними нормально. На Bybiti сейчас идет как раз 7-дневное состязание. Держу тоже свои лонги, так что я не знаю, как вы там торгуете. Вот, торговать надо аккуратно, и все будет ништяк. На Bybiti 7-дневное состязание. Вот, короче, все на самом деле круто. И напоминаю вам, что кто ищет хороший обменник для вывода в фиат и завода из фиата, прямые направления Сбербанк Тинькофф кому нужны, потому что на нашем любимом фастчендже сейчас, к сожалению, нету прямых направлений Сбербанк Тинькофф, есть только открытия и еще какие-то банки. То есть вас просят перевести на банк партнера с комиссией, это неудобно. Так вот, нашел офигенный обменник, ссылка в описании, криптоэксчендж. Меняют Тезер, Биток, Эфир на наличные в Питере и на Сбербанк Тинькофф в любом городе. Очень круто, быстро работают, за 5 минут прилетает обмен. Единственное, работают по Москве они до 10 вечера и, по-моему, с 8 что ли утра. То есть лучше укладываться в это время. Вот, меняют вообще там огромные транзакции, можно хоть по полмульта вообще швырять, и все будет нормально. Так что это не реклама, это просто показываем то, что я сам нашел. Ну и что, держим лонги. Напоминаю вам, что на бирже Femex вы можете торговать кучей криптовалютных пар. Вот они добавили здесь все новые. Также с золотом можете хеджироваться. Биржа очень удобная, в плане здесь можно раскидать сетку заявок, двигать их на графики прямо, выставить грамотно стоп-лоссы, не залезая в калькулятор, как на Binance. А сразу, ну короче, очень похоже на Bybit на самом деле биржа, со своими, конечно, небольшими отличиями. Ну вот можно, кстати, на этот лонг битка здесь даже чуть-чуть добавить. Лучше, конечно, использовать лимитную заявку, но можно с вами добавить сейчас по маркету 500 контрактов. Докупить битка в кроссе. Бэнс, докупили битка в кроссе. Потому что ценник, ну реально хороший. Можно еще 500 контрактов докупить. Бэнс, докупили битка. Будем стоять. Потому что лонг, парни, абсолютно точно. Мальчишки и девчонки. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет, но этот лонг просто чистейший. Вот, на CoinMarketCap мы тоже видим, если обновим страничку, что все восстанавливается потихонечку. За неделю эфир вон на 12,5% подрос, BNB на 18%. Ну после того дикого дропа, конечно, Dogecoin на 21%. То есть, в принципе, все-все восстанавливается. Solana на 40% подросла. Снимаю шляпу перед Solana-ходлерами. Я не в их числе, но об этом не жалею. Мои альты тоже очень хорошо стреляют. И фиксируем прибыль, и все нормально, короче. Не знаю, как вы можете не видеть, что альтсезон идет. Вот, посмотрите, за неделю просто после масштабной коррекции, конечно, но все равно мы снова в зеленой зоне. Поэтому всем желаю терпения, спокойненько относиться к трейдингу, не суетиться, не продавать в минус, не покупать на хаях, не продавать на лаях. Потому что, да, смотрите, верблюжий рынок по-любому. Значит, что это значит? Давайте рассмотрим на более ближайшем рассмотрении. Да, кстати, я так хаотично сегодня буду, но в Bybit добавили ввод и вывод USDT TRC 20. Это крутая новость для тех, кто использует USDT с низкой комиссией. Хотя сейчас у эфира тоже комиссии упали, и вывод USDT в эфире стоит уже там не 20 баксов, как раньше, а там 4 бакса, условно говоря. Так что нормально. Вот. Как этим торговать мы будем? Давайте подумаем с вами. Ну, по биткоину. По биткоину. Я считаю, что уже надо тарить лонги на всю котлету, потому что нам дали очень сильную просадку. Посмотрите, мы упали вот туда же, где и были, и вот у нас верхняя граница этого канала. То есть мы, ну, как минимум, сейчас пойдем на ее ретест, даже если чуть-чуть не дойдем до нее. Но вообще, я думаю, что мы даже ее перепишем, и это все станет прямой линией, и мы просто улетаем в космос. Но это супер бычий прогноз от Гринни, вы знаете его. Это будет, да, двугорбый рынок вот такой. Вот раз горб, вот два горба полетели. Может быть вообще как угодно. Может быть сейчас сразу Тузамун. Никто же не верит, никого в ракете нету. Может быть, конечно, дамп, может быть дамп. Поэтому осторожней. Может биткоин упасть на 0 долларов, или даже на минус, как нефть ходила, на минус 20 тысяч долларов упасть. И вам... И подставляй кошельки, называется только. Подставляй кошельки, и вам будут наливать бесплатные крипты, причем сколько угодно. Чтобы вы только ее разгрузили. Шучу, конечно, шучу. Сегодня у меня настроение такое, немного поугарать. Так что, надеюсь, вы это понимаете. Dash. DashUSDT. DashUSDT находится на all-time motherfucking лайах. Хрен знает какого времени уже, посмотрите. Вот. Даже здесь. Даже вот сейчас. Это все all-time лайи называется. Это все накопление. Это все накопление. Это все будет прямая линия, и DashUSDT улетит вон туда. Тем более, всех уже вытряхнули, кто в нем сидел. Чисто спекулянтов. Так что, DashUSDT мега бычий. Dash BTC вообще ультра просто бычий. Вы посмотрите на это. Ну, это пипец. Ну, в этом, я не знаю, как можно этого не видеть. Вот. Эфир классик тоже буду добирать. Короче, сейчас закончу запись этого видео. И побегу-бегом. Ну, эфир классик уже, повторяюсь. Вот смотрите. Вот зона накопления была. Эфир классик уже хорошенько стрелял. Поэтому эфир классик, скажем так, на всю котлету сейчас не надо добирать. А из старой гвардии, если вы смотрите, что там лайток манера тоже вот уже отросли. Вот биткоин кэш, знаете, что и Dash, пожалуй, это, наверное, сейчас самые, самые стопудовые штуки. Посмотрите, где биткоин кэш. Он просто в жопе. Вот. Он просто в жопе к биткоину. Его надо набирать, потому что он скоро сделает вот так. О, ребята, у меня дежавю. Я вам все время одно и то же говорю. Но это работает. Вы понимаете, это работает. Если вот так торговать, это, конечно, не так, как вы там сегодня прям завтра нарубите иксов. Если вам нужно сегодня-завтра иксы, идите к Кириллу Эвансу или к кому-то, я не знаю, кто вам это рассказывает, что нужно покупать там. Это не ко мне. Я вам рассказываю, как точно нарубить нормальных иксов. Вот вы здесь аккумулировали. Смотрите, вы могли год сидеть в этом эфире классике и доаккумулировать его, чем ниже он упал. И дальше он просто выстреливает, и вы сразу в крышеносном профите. Ну, нафига вам нервничать-то каждый день сидеть в эти графики, смотрите, если вы можете просто все время здесь добирать. С Рэйвен Коином то же самое. Помните, что было? Вот здесь мы добирали, добирали, добирали. Он дал 10 иксов, мы вышли на кто на сколько. Я на половину лично вышел. Сейчас, кстати, по ходу Рэйвен Коин надо добирать, потому что он на сетке и тоже за ту зимонит, скорее всего. Про Додж Коин я молчу. У всех, конечно, у всех Додж Коина было мало. Даже Карл уже сказал, что он бы купил больше. Но все равно, извините, я Додж Коин по... Лонг. Вот он, Додж Коин. Я Додж Коин по 20 сатоши аккумулировал Лонги и вам говорил, если вы помните, весь прошлый год. И когда он стрельнул на 200, я с большим удовольствием его распродал на 10 иксов и оставил себе чуть-чуть. Оставил 10%. Вот он сейчас вот здесь на 100 иксах. Ну и хер с ним. Че, локти-то что ли кусать? Если вы будете локти кусать, что вы не забрали 100 иксов, вы все потеряете. Вы будете вот здесь вот в фома впрыгивать и здесь продавать. По классике. Поэтому не надо. Не надо фома ебить. Вот, надо спокойненько, с холодной головой. Поле, кстати, вам инсайт. Поле забытая монета. Ее собираются листить на Coinbase на днях. Ну или там на неделях. Так что, смотрите, поле потенциально может очень хорошо стрельнуть. Вот. Ну а так, че тут скажешь-то? BTC доминация может, конечно, отскочить. Может сейчас отскочить доминация. И каким-то альтам от этого будет похуже временно. Но в целом, я не знаю, я держу те альты, которым вообще насрать вот на эту доминацию, потому что у них капитализация меньше 1% биткоина и всей этой движухи. Так что вы все это знаете уже, ребята. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И это все будет хорошо. Слушайте. Диверсифицируйтесь, торгуйте аккуратно с риск-менеджментом. И скоро увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин